Зовут мышей на бой, пусть встретятся со мной. Как они попадают на российское телевидение, я не знаю. Хотя прочитав однажды взломанную переписку, замглавы управления внутренней политики, администрации президента Российской Федерации, Игоина Амбарцумян, которая является бессменным руководителем всех программ Владимира Соловьева. Я все понял. Оказывается, даже либералов-оппозиционеров, участвующих во всех политических Соловьевских передачах, подбирают в Кремле. Весьма интересны личности этих самых звезд эфира. Специально отбирать их я не стал, расскажу о тех, которых едва ли не ежедневно можно увидеть в российских политических телешоу. Например, такого колоритного типа, как Арайк Степанян. Он прописался не только на Первом канале, НТВ, но даже на сдержанно-оппозиционном РБК. Начнем с Арайк Степанян. Закончивший Санкт-Петербургский Балтийский технический государственный университет. Однако меня несколько смущает речь этого маститого политолога. Помните шофера из Дилижана? Рубена Хачикяна в бессмертном фильме Георгия Данилия Меймино. Того самого, кто говорил. Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Так вот, персонаж Фрузиком Куртычана владеют русским языком, значительно лучше. Ученого секретаря Академии геополитических наук Арайка Степаньяну. Знаешь что, я тебе умную вещь скажу, но только ты не обижайся. Они еще будут провести теракты там, не видели бы, да, но вот Алеппо, там Хомс и Хамад, вот они там будут сопротивляться. Я уверен, что Степаньян название своей диссертации «Социокультурные особенности российской геополитики» без ошибок прочитать не сможет. Я не понимаю, для чего авторам политического ток-шоу «Место встречи на НТВ» в канун первого тура французских выборов была нужна такая политологическая экспертиза от Степаньяна. Лей Пейн победит сразу, наберет больше 50% голосов. Или, а нам все равно Трамп или Обама, как будто Трамп конкурировал не с Клинтон, а с Обамой. Но Степаньяну аплодирует аудитория, состоящая из быдла, его печатают, а для российского обывателя он – настоящий державник земли русской. Степаньян даже события четырехдневной войны в апреле 2016 года проанализировал уже 3 апреля. Степаньян сообщил россиянам, что турецкий спецназ участвовал в наступлении на Карабахском фронте, ибо есть большие потери. Трупы турецких граждан свидетельствуют о том, что обещание Турции вернуть Азербайджану на горный Карабах является непустословием. Конечно, в обострении конфликта участвовали некоторые представители ИГИЛ, которые проходили боевую подготовку в Сирии. Ну, и все в таком же духе. Даже о том, что, по коварному плану Эрдогана Алиева, должны были активизироваться террористические группы на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане тоже не забыл сказать. Ну, и естественно, за всеми этими происками азербайджанцев, по утверждению Степаньяна, стояли НАТО и Вашингтон. Я не сомневаюсь, что рядовой россиянин вполне может поверить Араеку Степаньяну. И мне жаль этого гипотетического российского читателя, который так и не узнает, что Араек Степаньян, без малого 30 лет назад сам стрелял в русских солдат. На его руках кровь, более двух десятков советских воинов, большинство из которых русские по национальности. В апреле 1990 года Араек и его брат Баграт, которые уже находились во всесоюзном розыске, организовали нападение на воинскую часть советской армии в Кафани, с целью завладения оружием. В результате этой операции были убиты около десятка советских военнослужащих. Откуда же знать обычному российскому телезрителю о кровавом шлейфе, который тянется за Араеком после нападений на русских военнослужащих и мирных жителей в Карабахе? Еще в советское время эти террористы расстреляли шестерых русских солдат в аэродроме «Звартнац». Взрывали на проселочных дорогах военные патрули, подбивали армейские вертолеты в небе Карабаха. Гагик Степаньян в конце концов погиб, а Араека кто-то переправил в Питер, где он так неожиданно и горячо полюбил русский народ. Убийца более 20 русских убивал их из-за любви. А вот, еще один из лидеров армянской тусовки на Первом канале некая, Корине, Геваргян. Когда-то скромный переводчик, она, как и все армянские политологи, стала в ельцинские времена Кавказоведом, Ирановедом, Тюркологом, Политологом и даже, Куром на смех, военным экспертом. В программе «Открытая студия» она договорилась до сенсационного разоблачения. Агенты боевиков сидят в американских спецслужбах. Надо понимать, что ЦРУ так и кишит бородатыми игиловцами. Впрочем, извините, настоящий идиотизм Геваргяну, не чужд. Это она, в деловой электронной газете Татарстана, Бизнес Онлайн, убеждая русских тюрков, не вставать на сторону Азербайджана в Нагорном Карабахе, вещала. О каком сближении может идти речь, если через Турцию в азербайджанский иксклав Нахичевань перемещаются игиловцы? Но еще раньше в передаче «Большинство» на канале НТВ, Карине Геваргян, назвала приблизительное число боевиков исламского государства, якобы перебравшихся в Нахичевань, почти тысяча вооруженных бойцов. Один из ведущих, Максим Шевченко, отдернул политолога. Мол, это надо еще доказать. Однако никто из участников шоу не задал Геваргян простой вопрос. Как джихадисты, люто ненавидящие шиитов, могли оказаться в чисто шиитском анклаве. Кстати, с момента появления этой ютки, рожденной больным воображением Карине Геваргян, прошло уже почти два года. Ну, и где же эти игиловцы? Так и сидят на казенных азербайджанских или турецких харчах в Нахичеване. И, конечно, не могу отказать себе в удовольствии вновь обратиться к Семену Багдасарову. Еще год назад он с пеной рта утверждал, что Эрдоган дал приказ стрелять по сирийским беженцам в районе города Нусайбин на сирийско-турецкой границе. Более того, он заявил, что турецкие солдаты сейчас стреляют во всех, кто идет через границу. Кроме, правда, боевиков запрещенных в России организацией ДАИШ и Джабхат Ан-Нусры, террористы для них свои. Ну, и, конечно, эти расстрелы объяснялись личностью самого турецкого президента. Для его ментальности это крайне характерно, сказал тогда Багдасаров, добавив, что в Старом Свете еще не понимают, с кем связались. Позже выяснилось, что никаких расстрелов не было, однако откровения Багдасарова уже вышли в свет. Они прозвучали на телевидении, их опубликовала даже официальная парламентская газета. Но, меня всегда интересовала ментальность самого Багдасарова, что там все-таки шевелится, в его воспаленном мозгу, кроме крайнего армянского национализма, подлости и патологической лживости. И, представьте, дождался. На очередную передачу Соловьева закрутилась дискуссия о возможности удара США по Ирану. Вообще, когда спорит Жириновский с Багдасаровым, сразу вспоминается песенка Высоцкого о психбольнице, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Жириновский вдруг вцепился в Багдасарова, мол, что делать с двумя миллионами иранских беженцев, если они пойдут через границу, принимать или расстреливать. И Багдасаров сорвался, расстреливать, а потом сквозь зубы добавил, не хватало еще, чтобы эти шииты в Южную Армению пошли. Возмутились все участники ток-шоу, даже Соловьев с Жириновским. Однако это возмущение вовсе не значит, что мракобес Багдасаров исчезнет из российского телеэфира. Нет ни он, ни Арайк Степанян, ни Армен Гаспарян, ни Сергей Кургинян, ни Маргарита Симонян, ни Тигран Кисаян, ни Геворг Мерзаян, ни Карин Геворгян и еще десятки подобных, никуда не денутся. Так и будут убеждать российского обывателя в своей армянской верности имперским идеалам, неизбывной любви к России, и их полной армянской благонадежности. Жаль только, что никто не напомнит бесхитростному россиянину блестящее наблюдение Салтыкова-Щедрина. Благонадежность – это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость. А делать пакость – это чисто армянский менталитет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова